Споры из-за участков разгорелся в селе Байсары Акмолинской области. Жители утверждают власти района, отказывая им, выделили на дело приезжим предпринимателям. Они будут строить животноводческий комплекс. Разобраться в ситуации попытался Ербулабишев. Бекпулат Жумашев управляет единственным в селе Байсары более-менее крупным хозяйством. В прошлом году преобразовались в ТОО. Теперь намерены расширяться. Хотят больше производить кумыса и нарастить поголовье лошадей. Сейчас в нашем распоряжении всего одна тысяча гектаров земли. Чтобы реализовать наши планы, этого очень мало. Мы уже имеем достаточное поголовье, чтобы просить дополнительно землю для выпаса. С подобными просьбами, как ему и рейминтавского района, местные жители обращались не раз. Но тем, кому нужна земля, отказывали. Местные власти ссылались на недостаточность поголовья скота в личном подворье или предлагали оформить землю далеко за пределами сельского округа. Шамшидин Мухаммед несколько лет бьется за право стать землепользователем. Он давно желает организовать свое крестьянское хозяйство. Мне говорят, нет свободной земли. До сегодняшнего дня ничего не могу получить, чтобы открыть крестьянское хозяйство. Хожу по инстанциям с 2011 года. Мне нужно около 2000 гектаров. Почему мне? Коренному жителю не дают землю, а чужие могут приехать и взять ее на выбор. Месяц назад здесь появились предприниматели из Астаны. Они собрали сельский сход и рассказали о своих планах организовать крупное хозяйство. Но люди выступили против реализации проекта у границ их села. Ихнее мнение учитывалось бы, то они, соответственно, никуда бы не писали бы. И такой бы ажиотаж по вопросу земли никакого не поднимали бы. По решению районного маслехата предприниматели все же получили право на 11 тысяч гектаров пастбищ и синокосных угодий. Местных жителей возмущает строительство этого животноводческого комплекса. Он находится всего в двух километрах от села Байсары. Под его строительство и обслуживание выделено около пяти гектаров земли. По словам инвесторов, скот здесь будет содержаться только в зимнее время. Летний пастбища находится отсюда в десяти километрах. Это место выбрали потому, что от села сюда можно протянуть электролинию. Скоро привезут 500 голов племенных овец романовской породы. В перспективе будут осваивать земледелие и строить овощехранилище. В проект намерены вложить около 400 миллионов тенге. Здесь конкретно будет три кошары на полтора тысячи голов. Плюс административное здание будет. Здесь будет офис, здесь будет бухгалтерия, касса, диспетчерская. У жителей села тоже будет шанс получить землю, обещает Аким Ерементаусского района Еремек-Нугуманов. По его словам, планируется изымать неиспользуемые участки, большая часть которых находится в руках недобросовестных землевладельцев или заложено в банках. После судебных решений освободившуюся землю распределят среди желающих ее получить. Люди поставили вопрос, почему этот объект находится близко к силу. Они считают, что до 10 километров не должно быть никаких объектов. Но в существующем сегодня законодательстве о земле, о земельном кодексе, таких ограничений нет. Мы договорились так, значит, с населением привезти геодезистов, установить границы, показать, вот здесь вот граница ваша, проходит граница, вот здесь вот граница, значит, хозяйств, субъект. Впрочем, люди и предприниматели уже не против пойти навстречу друг другу. Местные жители готовы рассмотреть предложения бизнесменов о социальной поддержке их села. Ербулабишев, Арманий Кубов, Алексей Мельницкий, Акмолинская область, 24 КИЗ.